Новый офис МФЦ открылся в городском округе Люберце. Просторное помещение для предоставления госуслуг разместилось за зданием администрации на улице Звуковая, дом 3. Очередной филиал многофункционального центра торжественно открыл глава Владимир Ружицкий. В первые минуты после открытия нового МФЦ в нем сразу стало многолюдно, но это не привело к большим очередям и длительному ожиданию в зале. Одновременно здесь работают 22 окна. Это позволяет быстро и оперативно предоставлять гражданам все необходимые услуги. Раньше центральный офис МФЦ располагался в здании администрации. Теперь для удобства жителей его перенесли в более просторное помещение. Конечно, мы довольны, что было говорить, потому что было очень тесновато и неудобно в том. Очереди были очень большие и как-то всегда какие-то конфликты случались, а теперь, в общем-то, все хорошо. Поздравить коллектив МФЦ с открытием нового офиса пришел глава Люберец Владимир Ружицкий. Он отметил, что филиалы многофункционального центра будут открываться в городском округе и в дальнейшем. Мы еще в ближайшее время и на севере откроем целый ряд окон. Поэтому стоит задача, чтобы люберечане, кому будет востребована услуга через МФЦ, желательно это делал в шаговой доступности. Однако получить госуслуги возможно не только в шаговой доступности, но и у себя дома. Люберецкий МФЦ разработал пилотный проект. Теперь его сотрудники могут приезжать к жителям на дом. На сегодняшний день ни в одном муниципальном образовании Подмосковья не оказывают такую услугу. Воспользоваться услугой может любой гражданин Люберецкого округа. Для граждан-инвалидов первой, второй группы, ветеранов Великой Отечественной войны данная услуга оказывается совершенно бесплатной. Для того, чтобы воспользоваться выездной услугой, заявителю необходимо прийти или позвонить в МФЦ и оставить свои контактные данные. Новый центральный офис работает каждый день, кроме воскресенья с 8 утра и до 8 вечера без перерыва. Луиза Игазарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.